Доброе утро, ваши амэйтрейдеры! Приветствую вас на торговой сессии во вторник. Меня зовут, наконец, Александр. Давайте сегодня рассмотрим ключевые события предстоящего дня. Хочется отметить, что событий сейчас в конце года не так много. Экономический календарь практически полностью пустой. Буквально 2-3 новости, которые не особо влияют на рынок. Но сейчас происходят все события, которые мы с вами ждали несколько месяцев. Как известно, буквально вчера Трамп все-таки подписал законопроект о новых стимулирующих мерах размером в 900 миллиардов и с чеком для каждого американца в 600 долларов. И была оговорка, то есть 600 долларов – это смехотворная сумма. Она никого не устраивала на тот момент. И в этот же день палата представителей приняла все-таки законопроект по увеличению выплат 600 до 2000 долларов. Кратное увеличение, конечно же, это серьезная новость. Это серьезное увеличение. Поэтому я думаю, что уже сегодня мы с вами увидим реакцию рынка. Палата представителей после того, как они проголосовали, передает этот законопроект в Сенат. И уже Сенат сегодня произведет новое голосование. Это ключевая новость сегодняшнего дня. Мы ждем выплат каждому американцу в 2000 долларов, что предоставит каждому американцу такой чек. И, безусловно, для финансового рынка эта новость для фондового рынка позитивная, для индекса доллара негативная. Индекс доллара уже сейчас торгуется на отметке чуть выше 90 долларов. Он находится, продолжает находиться в нисходящем канале. И после того, как появится информация о том, что Сенат проголосовал, что объем чека вырастет с 600 до 2000 долларов, безусловно, реакция рынка будет последовательна. И я думаю, что мы с вами все-таки увидим уже сегодня индекс доллара на отметке ниже 90 долларов. 89-88 может быть даже и ниже в перспективе. Давайте также посмотрим ключевые инструменты, которые сейчас наиболее интересны. Что происходит с евро-долларом, что происходит с биткоином и какие у них перспективы на сегодняшний день и до конца года. Переключаемся. Первый инструмент давайте рассмотрим индекс доллара. Четырехчасовой график. Как мы с вами уже отметили, цена находится в нисходящем канале. Она сейчас находится около уровня поддержки. Текущая стоимость 90 долларов. Вот-вот цена отпустится ниже 90. И если рассматривать движение в рамках нисходящего канала, то следующая цель – это примерно уровень 89-50, который весьма достижимо уже сегодня, после того, как появится новость о том, что Сенат проголосовал, пакет поддержки, каждый чек для американца вырастет до 2000 долларов. Евро-доллар со вчерашнего дня также торгуется плюс-минус на том же уровне. Волатильности вчера практически не было. Но смотрите, все-таки цена находится в восходящем канале. Все-таки она продолжает расти. И после обновления вот этого уровня, возле которого цена торгуется 1,2250, и какой день уже не может его преодолеть, я думаю, что здесь уже будет дальнейший рост. Это 22,70. И следующий уровень 1,23, 23,50, 24. И помню прогнозы мировых банков о том, что до конца года они ждут евро-доллар на отметке 1,25. Сейчас это становится уже более реалистично, после того, как мы с вами дождемся тех мер, которых ждали несколько месяцев. Бренд со вчерашнего дня практически не сдвинулся с места. Торгуется плюс-минус на том же уровне. Я думаю, что до конца года по нефти каких-либо прогнозов у нас с вами не будет. Биткоин. Биткоин вчера хорошо скорректировался. Скорректировался с 27 тысяч. Минимальное значение было 25,800. Цена продолжает падать. Весьма вероятно, что мы увидим еще тест уровня 25,800. После этого, если будут признаки разворота, здесь формируется такой боковой канал. Можно купить от нижней границы с целью опять 27,300 и последующим обновлением максимумов. На сегодняшний день это самый интересный инструмент для торговли. Можно еще добавить к рассмотрению золота. Золото сейчас торгуется на отметке 1880 долларов за одну унцию. С точки зрения технического анализа сейчас достаточно тяжело прогнозировать вообще составлять какую-либо позицию, потому что цена находится прямо в середине канала и буквально недавно отбилась от уровня 1900. В принципе, можно рассматривать с точки зрения фундамента дальнейшего роста и пробой уровня 1900 с последующим уровнем 1960. Но я бы подождал, пока цена дойдет до отметки 1860 и попробовать отсюда еще раз отбиться. С точки зрения технического анализа это была бы наиболее безопасная сделка, потому что здесь можно выставить небольшой стоп-лосс и потенциально высокий тейк-профил. Сделка получится буквально 1 к 10 и более. Ну а на этом все. Успешной вам торговли. До новых встреч.